Добрый день, уважаемый президиум! Добрый день, уважаемые коллеги! Благодарю за возможность представить случаи из нашего региона. Практический опыт применения иммунотерапии при раке почки. В структуре заболеваемости в 2020 году почечно-клеточный рак в Архангельской области занимал 9 место, всего 211 абсолютных случаев. В структуре смертности 10 место, что говорит о том, что наши возможности лечения этих пациентов достаточно ограничены. Низкая общая выживаемость при почечно-клеточном раке – это проблема не только России, но и всего мира. Пятилетняя общая выживаемость в России не более 8%, в США не более 12%. И, как и все, на основании «Русско» мы выбираем тактику лечения на основании оценки группы прогноза. И, позвольте доложить, наш короткий, к сожалению, клинический случай. Пациентка на момент заболевания ей было 56 лет. Диагноз рака левой почки верифицирован при пункции. Цитологический почечно-клеточный рак первичной стадии – это 3АН003. Гистологический был подтвержден светоклеточный рак почки. При компьютерной томографии отдаленных метастазов выявлено не было. Определялось большое образование в левой почке с признаками инвазии за пределы почечной фасции. Сопутствующая патология достаточно невыражена, но обращает на себя внимание артериальная гипертезия второй степени и нарушение жирового обмена второй степени. Как вчера сказали, это факторы риска тяжелого течения COVID-19. На данном слайде представлена картина опухоли левой почки до начала лечения. Пациентке было проведено радикально-оперативное лечение лапароскопически, отдаленных метастазов при ревизии в бешенополости не выявлено, прорастание в окружающей ткани не было выявлено и гистологически достаточно неблагоприятная форма почечно-клеточный и светлоклеточный рак низкой степени злокачественности с инвазией в жировую клетчатку и капсулу опухоли. Понятно, что динамическое наблюдение у данной пациентки продлилось недолго и через 4 месяца она явилась к нам с гематогенными метастазами в легкие. Прогноз мы определили как промежуточный. На тот момент у нас были эти рекомендации и у нас был выбор оксетиниб и пембролизумаб, либо неволумаб и эпилемумаб. Прогноз был определён как промежуточный, но оксетиниба у нас не было. С неволумабом и эпилемумабом тоже были свои проблемы. У нас это была достаточно финансово-токсичная схема, потому что на тот момент КСГ её оплачивало, как прочие, это 17 тысяч рублей. В противовес, например, той же схеме при меланоме с зеркальными дозировками – миллион двести. И нам нужно было для этой пациентки специально покупать эти препараты, но, к счастью, администрация пошла нам навстречу, учитывая молодой возраст пациентки, учитывая то, что у неё была на руках федеральная рекомендация Инии Петрова, администрация нам выделила средства для покупки этих препаратов. Также учитывая неблагоприятный прогноз. Вчера этот слайд уже показывали про двухуровневые, дополняющие друг друга механизмы неволумаба и эпилемумаба. Мы, конечно, на него рассчитывали. Установили порт и провели два введения НИВА плюс ИПИ в стандартных дозировках, и на третий курс пациентка не явилась, она пропала. Мы её искали до мая. В мае мы её нашли, заманили на консилиум и спросили, что же случилось. И она говорит, я не знаю, что со мной. Я не знаю, что со мной. Первичное звено не знаю, что со мной. И два месяца никто ничего не знал. Она предъявляла жалобы на то, что она ничего не может. То есть у неё была в мышцах выраженная слабость, панические атаки в течение двух месяцев. И врачи по месту жительства в первичном изменении никак не могли ей помочь. Но к тому времени мы были уже немножко подкованы. Мы поняли, что это иммунопосредственное осложнение. И были вынуждены госпитализировать её к себе, так как больше мы нигде не могли оказать ей помощь в этом плане. Здесь представлен КТ-слайд в мае 2020 года после перерыва. И позвольте показать вам оценку ответа опухоли. Несмотря на то, что введение было всего 2, потом двухмесячный перерыв, мы получили снижение опухолевой нагрузки на 73%. Но пациентка дорого заплатила за частичный ответ. Мы зарегистрировали у неё не менее трёх нежелательных явлений тяжёлой и средне-тяжёлой степени. И нам не удалось справиться только глюкокортикостероидами. В результате нам удалось разрешить энцефалопатию. Панические атаки мы расценили как аутоиммунную энцефалопатию. Потом у нас было уже несколько пациентов с таким же диагнозом. Диабет мы купировали, миостынию полностью купировали. А вот гепатит нам удалось снизить до второй степени. Но, к сожалению, в момент госпитализации пациентки у нас начался первый наш карантин по COVID-19 в нашем отделении. Был выявлен пациент, от которого, видимо, она заразилась. И при положительном мазке по маршрутизации Министерства все пациенты у нас переводятся в ЦИП, Центр инфекционных болезней, областной больницы. И там врачи тоже не знали, что с ней делать. У нее развелась в течение трех суток после перевода полиорганная недостаточность крайней тяжелой степени. Тогда понятие цитокинный шторм никто не знал. Никто не понимал, что с ней. Никто не знал, как ее лечить. Моноклональных антител типа октембра еще не было. В результате мы консультировались друг с другом, что же делать. Были применены большие дозы глюкокортикостероидов, но пациентка очень быстро погибла. Самое интересное, когда пациентку вскрыли. У нас есть канцерегистр. У нас мы всегда знаем, от чего пациент умер. И полный регресс опухоли. Гистологи нам звонили и говорили, что мы не нашли ни одной опухолевой клеточки в организме. Просто ни одной. Что вы с ней сделали? Здесь представлен патологоанатомический диагноз. Конечно, этот случай потряс наше отделение. Мы были очень расстроены, что пациентку мы вылечили от рака, но потеряли ее вследствие того, что она встретила вот эту новую инфекцию. И мы не знали, как ей помочь. Таким образом, короткие выводы, что действий монопрепаратов на организм изучено пока недостаточно. Нужно продолжать клинические исследования. Необходимо обучать врачей первичного звена, чтобы они понимали, что бывают такие специфические осложнения. Если бы мы могли эту пациентку лечить, например, не у нас, к нам не госпитализировать, а лечить, например, амбулаторно, может быть, она бы не заразилась и не погибла. У нас в декабре будет специальная конференция с привлечением узких специалистов, потому что наша администрация тоже уже поняла, что нужно обучать наших коллег, обмениваться мнениями. И онкологические уречащения должны иметь весь спектр препаратов для лечения жизнеугрожающих аутоиммунных осложнений. Врач должен быть к ним готов. Спасибо за внимание.